Великая мечта Во второй части романа героя уже за 35. Он успел побывать в тюрьме и стать бизнесменом. Но его проект строительства гаража провалился. Нужно как-то выкручиваться. И тогда к Андрею является его умерший друг и начинает давать советы. Реальность эта или плод больного воображения не совсем понятна. Чего тебе надо, грубо спросил я. Откуда ты взялся? Тебя же нет. Тебя убили 15 лет назад. Все так, ответил Юра. Убили и закопали. Считай, что я плод твоего воображения. Тогда убирайся обратно туда, откуда взялся. Извини, я пока тут побуду. Здесь интересно, весело. Вам повторить, спросила появившись сбоку утомленная официантка с плохо накрашенными ногтями. Мне коньяку, сказал я, моему другу виски. Четыре порции в один стакан. А где ваш друг? Как и все предыдущие книги автора, этот роман поражает своей открытостью. Сюжет прост. Здесь описаны такие события, где идеалы юности героя подвергаются серьезным испытаниям. Выдержит ли он, знаете, прочитав великую мечту. Ну а купить на ринкух можно в магазине «Моя книга». Продолжение следует...